Поступил такой вопрос, разрешено ли мусульманину заниматься такими видами спорта, как бои без правил, бокс, кулачные бои и так далее. В общем, занятие спортом для мусульманина дело, одобренное исламом. И сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима, призывает во многих своих хадисах и говорит, обучайте своих детей верховой езде, плаванию, стрельбе и так далее. Мусульманин должен быть физически подготовлен, мусульманин должен обладать силой, ибо в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима, сказано. Воистину сильный, уверовавший, милее Всевышнему Аллаху и лучше, нежели слабый му'мин, слабый, уверовавший, сказано в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима. Но, однако, следует учесть определенные условия, которые являются неотъемлемыми для того, чтобы эти виды спорта оставались дозволенными. Одним из основных условий является непричинение ударов, то есть ненанесение ударов по лицу. Что касается лица, непосредственно ударов, наносимых по лицу, по голове, есть конкретные хадисы. Хадисы из достоверных сборников Аль-Бухари, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима, говорит, «Иза дараба ахадукум, фалия джитани бил ваджиха». Когда кто-либо из вас бьет, пусть остерегается лица. И подобных хадисов несколько. Также есть хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима, где он, обращаясь к своим сподвижникам, которые были готовы принять боевую команду от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима, где он сказал, Вы стреляйте, но не цельтесь в лица людей. Почему это так? Потому что Всевышний Аллах основную красоту человека сконцентрировал в его облике. И об этом сам Всевышний Аллах в Коране говорит. Всевышний Аллах украсил облик каждого человека, сделал его бесподобным. И это, об этом сказано Всевышним Аллахом в своем аяте, где Аллах говорит, «Ауузу билляхи мне шарит анир-раджим, «Ва савваракум фа ахсана суваракум». Он предал вам облик и сделал этот облик прекрасным. А также есть ученые, которые делают следующий вывод из данных хадисов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима, которые говорят, что данные хадисы — это чудо пророка. В них проявляется чудотворство пророческое. Почему? Потому что эти хадисы подтверждают современные ученые, которые говорят о тяжком, о тяжелом вреде человеку, когда по его голове, по лицу наносятся удары и повторяются эти удары. То есть непоправимые ущербы, непоправимые, неисправимые травмы происходят в результате этих ударов у человека. И поэтому Аль-Хафил ибн Хаджар в своей книге «Аль-Фатх», комментируя эти хадисы, говорит, то есть прямой вытекающий смысл этих хадисов — это запретность, то есть категоричная запретность. И это подтверждает, говорит ибн Хаджар, хадис Сувайда ибн Мукрина, сподвижника, который, когда он заметил одного мужчину, который дал пощечину своему прислуге, своему рабу, он сказал, «А ва ма алимта анна сурата мухтарана» — «Неужели ты не знал, что облик человека имеет свой хурма», то есть свою запретность особую. И, естественно, мы, если данными видами спорта занимаемся для того, чтобы приобрести навыки самозащиты, навыки защиты своей чести, своего имущества, для этого эти приемы самообороны и так далее — это все необходимо делать с достаточной гарантией защиты здоровья своего соперника и защиты его лица. Но, однако, если речь будет идти о современных видах развлечений, это те виды спорта, в которых нет каких-либо правил, где можно наносить удары и по лицу и так далее, эти виды спорта однозначно категорично запрещены прямыми текстами хадифов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А также есть очень много других составляющих этих видов развлечений, такие как ставки, такие как другие увечья. В одном нашем маленьком Дагестане мы знаем уже несколько историй, когда люди стали инвалидами, молодые люди, которые занимались данными видами спорта, они стали инвалидами, стали парализованными и так далее. И, дорогие мои братья, если вы хотите быть крепкими, здоровыми, у нас есть очень много разных видов, очень много альтернатив, и когда вы выбираете спорт, а спорт — это для вас, это ваш образ жизни, оно становится неотъемлемой частью вашей жизни. И будьте очень избирательными, когда вы выбираете для себя тот или иной вид спорта. Да, сохранит нас Всевышний Аллах от ослушаний и простит нам наши грехи. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату.